Добрый день! Я продолжаю рассказы о скандинавской защите, вариант Ферзь Д6. В этот раз посмотрим самое древнее с продолжения черных, а именно А6. 4 Д5, ЕД Ферзь Д5, КН3 Ферзь Д6, Д4 КНФ6, КНФ3 А6. Ну и это продолжение, конечно, пользовалось определенной популярностью. Года тогда, 2005, даже если вы откроете книгу Халифмана, то вы увидите достаточно хороший анализ, опровержение, фактически, этого варианта. Здесь, в отличие от варианта Тевякова или варианта Коваленко, до белых лучший способ закончить развитие это Ж3 и Фианкетировать слона и плюс в какой-то момент возможен ход слоны в 4. Собственно, это один из минусов продолжения Ферзь Д6, что иногда этот Ферзь попадает под бой. Ну и теперь черные на распутье, как продолжать свое развитие. Например, иногда со мной играли Б5, это плохой ход. Почему? Потому что черные разбиваются на Ферзьевом Фанке, на Королевском у них ничего не происходит. Например, слон Ж2, слон Б7, 2-0. Уже проблема, например, если Конь Б7 продолжая свою стратегию, то просто следует слон Ф4, Ферзь Б6 и Д5 и черные не могут завершить развитие. Поэтому можно ходить Е6, но у белых есть очень сильное продолжение. Конь Е5, слон Ж2, король Ж2. И дальше они могут сыграть Ферзь Ф3. Например, Б4, поэтому, видимо, самая точная, потому что на Ц5 следует Ферзь Ф3, ладья Е7, слон Ф4, Ферзь Б6 и Д5. У белых все фигуры развитые, у черных развития нет, поэтому понятно, что у них огромные проблемы. Также возможно Конь БД7, ну после Ферзь Ф3 ничего более стоящего, как С6 нет, не видно, потому что иначе Конь прыгает на С6, либо Ферзь на Б7 заходит, но это просто лишняя пешка Д белых. Б4, Ферзь Ф3, С6, Конь Е4, Ферзь Д5, естественно, белые не меняют, Ферзь Е1 и ухражают просто АЦ4. Например, на С7 следует, рано или поздно, С5, у белых все фигуры развиты, у них атака продолжается. У Конь БД7 тоже С5 следует, вводят С84, тут ясное дело, что у белых большой дебютный перевес, за счет лучшего развития. Поэтому нужно либо менять расстановку. Ж6 в этой редакции не имеет особого смысла, потому что после С4 все идеи ухода А6 было в чем, чтобы Ферзь на Д6 оставался, сейчас он уходит, и Конь Е5 также, чтобы С4 не было развития. И, конечно, если сравнивать, допустим, с тем же вариантом Тевякова, то непонятно, зачем потрачен темп А6, и С4 слишком простым образом проведено, то есть здесь еще небольшие проблемы. Поэтому надо решать, куда развить С1. Ну, типичный скандинавский вопрос на Ф5 либо на Ж4. Слон Ф5 не так сильно, потому что С4 связывает Коня, а на Ф5, ну, С2 ничего не делает особо. Слон Ж2, допустим, Е6 2 0, С1 Е7, здесь белую могут, допустим, сыграть Конь Е5, на С6 С4. Дальше, ну, я бы даже сказал, что эта позиция была бы нормальная до черных, но у А6 ход явно не туда, это ослабление, это позиция. В общем, черные теряют очень много времени. Ну, и дальше белую могут Ж4 сыграть и получить преимущество двух слонов. Конь С6 обычно так черная развивается в системе С6 2 0. И вот здесь, допустим, 3 0 невозможно, потому что слабость пешки на Ф7. Конь Ж5, слон Ж6, Д5, Конь Е5, слон Ф4. Понятное дело, что черные не могут завершить развитие, у них все плохо. Ну, сильнее Е6, здесь небольшой форсированный вариант, слон Ф4, ФБ4 и Д5 очень сильно. 3 0, А3 ФБ2, Конь А4, ФЦ2, С2 слон С2, ДС слон А4, ЦБ король Б8, Конь Е5. Ну, и здесь понятно уже, что или черные походят слон Е8, Конь С6 и пешка Б7 слишком сильна, либо падает просто пешка на Ф7. Черные без качества. Ну, что там, что там, у черных все плохо, поэтому слон Ж4 естественный и сильнейший ход. Слон Ж2. Ну, здесь основной вариант Конь С6, дальше Тевяков, допустим, и другие шахматисты пытались улучшить эту игру в стиле варианта Тевякова. То есть, в варианте Тевякова не так плохие дела у черных, когда они выводят слона на Ж4, а белые фенкетируют. Поэтому, действительно, темп этот не такой важный, Ц6 играть можно, слон Ф4, ФД8, но тут нужно базовое понимание шахмат, которое состоит в том, что в скандинавской защите белые всегда должны стремиться делать длинную рокировку. Здесь они еще пока не сделали короткую рокировку, поэтому у них есть перевес. Х3, слон Ф3, здесь новинка, слон Ф3. Можно, конечно, Ф3 ударить, но жертвы пешки не обязательно. Е6, и основная идея, это Ф3, слон Д6, слон Д2, естественно, не выменивая слона. И три нуля, белых перевес, очевидно. Ну, Е6 примерно то же самое. Х3, слон Ф3, ферзь Ф3, но это еще ухудшенный вариант, потому что тут на Д4 бить нельзя. Сейчас приходится Ц6 играть. Ну, конь Ц6, естественно, слон Е3, три нуля, три нуля, конь Д5. И даже если белые переходят в этот эндшпель, у них определенный перевес есть. Ну, после Ц6, ферзь Д3, опять-таки слон Е7, слон Д2. Очень важно слон Анну Д2 именно поставить, потому что на Е3 он под конь Д5 будет попадать в белых перевес, что там, что там, поэтому коин Ц6. Основное продолжение, два нуля. Здесь, конечно, три нуля нужно играть, потому что Е6, последовательно слон Ф4, ферзь Б4, А3, ферзь Б2. Здесь, конечно, Д5 интересно. Кстати, ферзь Б6, конь А4, ферзь Б5, Ц4 очень сильно. Ферзь Ц4, слон С7, конь Д5, войдет Ц1, ферзь Б5, конь Ц3. И после размена на Ц3 в белых атака продолжается. А после Ферзь Б2, Ферзь Д2, слон Ф3, войдет ФБ1. Черные теряют ферзя за ладью, легкую фигуру. Приятное дело, что у них не очень хорошая позиция. Ну, три нуля. В принципе, черные здесь играют на перехват эту систему, как и всю скандинавскую защиту. Поэтому нужно знать, собственно, в этой позиции, что делает за белых. Очень точный порядок кодов, это Д5. Черные могут сыграть либо конь Б4, либо конь Е5, либо Ферзь Ц5. Самый сильный ход это конь Е5, откровенно говоря. Ну, любители скандинавской защиты, которые играют этот вариант перехват, вряд ли им понравится. То, что белые, кстати, по-разному могут сыграть. Ну, в принципе, слон Ф4, конь Ф3. Слон Ф3, известно, что ТТН шпиль очень неприятен. На черных. Потому что Ферзь Д7, просто размен на Ж4 следует. Войдя Е1 на размен на Д1. Ну и черные очень сложно завершить развитие королевского фланга. Поэтому обычно бьет слоном на Ф3, выходит Е5. Ну, вроде бы черно уравняли, но слон Ж5, увы. Дальше последует размен на Ф6 в нужный момент. И очень неприятная позиция у черных. Например, РАЖ5, войдя Д1, слон С5. Слон Ф6, Ферзь Ф6. После размен на Ф6, конь Е4. Бо, достаточное количество партий сыграно по переписке. И в классику с данной позиции. Ну, естественно, что белого около 70% набирают. Ну, это сложно защитить черного на самом деле. Во всяком случае, понятное дело, что игра на два результата идет. Но, тем не менее, скажу, что конь Е5 это лучшее, что есть у черных в данной позиции. Например, Ферзь С5. Очень важный ход Х3. Ну, сразу, чтобы черные определились. Например, конь Д5 следует. НЖ, конь С3, Ферзь Е1. Конь Б5. И тут мы уже видели некоторых вариантов, что после конь Ж5 проблема с пешкой Ф7. И с этой вилкой. И белого просто забирают на Ф7. Он закрыл эту пешку. У них большой перевес. Белого черного ударят на Ф3. Понятное дело, что у них все очень плохо. Белого два слона. Поэтому два забавных хода. Первый из которых слон Е6. Провоцируя белых на жертву Ферзя. Ну, без этого можно обойтись Ферзь Е2. Слон Д5 следует. Размен на Д5. Конь Ж5. Вроде две фигуры за ладью. Но после того, как на С6 падает, у белых решающие атака. Так черные не завершили развитие. После конь Д5 следует. Конь Е4. Очень точный ход. На Ферзь Б5. В С4. Конь Е4. Конь Ф4. Здесь у белых будет две фигуры за ладью. Их атака продолжается. После Ферзь С5. Слон Д2. Ферзь Б5. С4. Все то же самое. Только черные могут прихватить пешку на Б2. Но в суровом позиции их очень плохо. Наверное, самое интересное, это слон Н5. Ну, после слона Е3. Ферзь А5. Очень важно то, что белые сыграли А3. Потому что тут могут сыграть Ж4. И дальше отогнать этого слона. Например, после конь Д5. Конь Д5. Слон Д2. Белые остаются с лишней фигурой. А на слон Ж6. Белые могли сразу, в принципе, провести жертву качества. Но в данной редакции это еще мощнее. Д на С. То есть не жертву качества и ферзя. Вадят Д1. Ц на Б. Король Б7. Вадят Д1. У меня, кстати, по-моему, партия была на данную тему. Которую я даже записывал в Блиц. У черных очень большие проблемы. Король С8. Конь Д4. Ц5. Конь Б3. Ферзь Б6. Конь С5. Собственно, ферзевый фланг у Паула королевский не развит. Например, Е5. Он Б7. Король С7. Конь А6. Ферзь отыгрывается. И у белых решающий материальный перевес лишнего качества. Поэтому здесь Ферзь А5 все опасно. Также играют Конь Б4. С идеей выиграть пешку на Д5. Ну, это слишком жадно. Н3. Здесь взятие на Ф3 плохо тем, что пешка на Ф7 подвиснет. Ферзь Ф3. Конь Д5. Ферзь Д5. Конь Д5. Ферзь Д5. Ферзь Е3. Вот приходится ходить. Ферзь Д4. Ферзь Б3. Двойной удар. Ферзь Б6. Ферзь Ф7. Ухромные проблемы. Сильнее слон Н5. Слон Ф4. И теперь нет хода Е5. Потому что просто пешка падает. Надо ходить. Ферзь С5. И слон Е3. Очень важный маневр. Слон Д4. Слон Е3. Здесь опять таки выбор. На А5. Играть не очень хорошо. Потому что Ж4. После разминания Д5. Опять таки слон Д2. Ее мы уже видели. И что то остается без фигуры. Ферзь Д6. И сейчас. Очень важный момент. Что. Ходы. Х3. И слон Х5. Включены. Например. Я знаю. Партию. Одну. У нас. В Николаевском клубе. Была сыграна. Шипотила. Рахматгова. Так не было. Этого включения. Х3. Слон Х5. И черные перехватили. Даже. Поэтому. Надо. Знать. Такие тонкости. Дебютные. Ферзь Е2. И. Позиция держится на том. Что белое. В какой то момент. Удачно. Могут. Походить. Ферзь Е4. И. Черные останутся. Без слона. Например. Е6. ДЕ. Ферзь Е6. Вадят. Д1. На слон Д6. Последует. Ж4. Слон Д6. Кунь Д4. Ферзь Е5. Ф4. И. Как я уже обещал. Слон теряется. Последует. Д1. У черных. Определенный. Выборно. Лучше ударить. На Ф3. Но. У белых. Это просто-напросто. Преимущество. Двух слонов. После конца. Ф6. Ферзь Д2. Ферзь Д7. Опять таки. Вроде бы. Черные. Подравняли. Но. Слон на Ж6. Им. Мешает. Очень сильно. После. Размена. На Д4. Угрожает. Ф6. Ф4. Атака. Белых. Продолжается. Уже. Связано. С тем. H7. Ужасная фигура. Потом. Конь. БД5. Конь. Д5. Конь. Конь. Д5. Войдя. Д1. Если сейчас убрать. Ферзь Д4. Конь. Е3. Размена. Д8. Ферзь Е3. И. Несмотря на то. Что. Черных. Ф6. Конь. Е4. Слон. На Ж6. Падает. Убил. Две фигуры. Атака. Ну что ж. В принципе. Этот вариант. А6. Не зашел. Как мы видели. Пытались. Сильные шахматисты. Перевести. Игру. Варианте Вякова. В какой-то момент. Поставил. Верпешку на С6. Но поскольку. Белый. Еще не ракировали. Данный. Переход. Невозможен. Такие. Атакующие. Линии. Когда черные. Играют. Перехват. Просто позиция. С дебюта. К этому не сулит. Играть черными. На перехват. И если белые. Знают. Точный порядок. Кодов. Максимумно. Что могут. Рассчитывать. Черные. Это. Одуматься. И перейти в худший. Раньше. Илиначе. Они. Просто. Попадают. Под мощнейшую. Атаку. На этом. Все. Спасибо. Что досмотрели. Это. Видео до конца. С вами был. MVP. трудно бедео. Конечно же. Всё.